В спорткомплексе Динур звучит корейская речь. Здесь проходит первенство и Кубок города по тэквондо. Состав участников впечатляет. Со всей Свердловской области съехалось около 160 бойцов. Самым старшим по 17 лет. Соревнования у нас являются как бы открытыми. У нас приезжают представители практически со всех клубов и школ Свердловской области. В этом году уже традиционно представители Пермского края выступают на этих соревнованиях. И Курган также наши гости. Тэквондо отличается от других видов боевых единоборств тем, что здесь в основном используются удары ногами и чаще всего в область головы. Следовательно, очень важна растяжка. Любой спортсмен без труда может сесть на шпагат. Специфика спорта, спортивного спарринга, это, конечно, работа ногами. Работа ногами в корпус, в голову. Жилет можно бить только рукой. Рукой только бить жилет. Граждый! 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 Неожиданно было, что был первый бой. У меня еще никогда первых боевых не было. Но я не разогрелся, не ожидал. Но вышел и победил. В итоге Игорь занял первое место в своей категории. Среди команд победила Ю США Екатеринбурга. Перу-Ураль стал вторым, а третье место заняла команда из Перми. Тем временем в Доме спорта на городском стадионе проходят соревнования по еще одному стилю боевых единоборств – джиу-джитсу. На данных соревнованиях у нас порядка семи команд. Это команды Средовской области, Екатеринбург, Полицкой, Каменск-Уральский, Шалян, Перу-Ураль, соответственно. Общее количество участников у нас 55 человек. По легенде, в середине 16 века один из японских правителей объединил различные военные искусства, которые использовались в ближнем бою, в ситуациях, когда оружие оказывалось неэффективным. Так и появилась борьба джиу-джитсу. При судействии соревнований по джиу-джитсу оценивается ударная техника, оценивается техника бросков и техника болевых приемов. Соответственно, броски и удары оцениваются примерно одинаково. Большее количество оценок дается за болевые удушающие приемы. Но при всем при том, сделать болевой удушающий прием бывает подчас очень сложно. Однако некоторым это все же удается сделать. Никита Хисамудинов объясняет это тем, что джиу-джитсу – это универсальная борьба. Он самбист, а мы занимаемся всеми видами спорта. Джиу-джитсу, фальтинг, кабудо, многие еще там. Лучшими по борьбе джиу-джитсу стала первоуральская команда. Второе место заняли представители Полевского, а третье – екатеринбуржцы.